Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 34.32. Решите неравенство. Единица разделить на х в квадрате минус 7х плюс 12 больше нуля. В левой части мы имеем дробь. Это дробь больше нуля. Числитель дроби больше нуля. Следовательно, для того, чтобы выполнялось неравенство, что знаменатель дроби должен быть больше нуля. Записали знаменатель, он должен быть больше нуля. Тогда нам нужно решить вот такое квадратное неравенство. И первое, что мы должны сделать, мы должны найти корень квадратного трехчлена в левой части. Найдем корни методом подбора с использованием теоремии Виета. Рассмотрим в качестве корней такие числа положительные 3 и 4. Ну, произведение их равно плюс 12. Сумма их равна плюс 7. Да, это соответствует второму коэффициенту с противоположным знаком. Значит, корни мы нашли правильно. Теперь на числовой оси мы эти корни отметим. 3 и справа 4. И начертим схематически параболу, которая является графиком квадратного трехчлена х квадрат минус 7х плюс 12. А равно единице, старший коэффициент, он положительный. Следовательно, парабола направлена ветвями вверх. Тогда область положительных координат вот здесь и здесь, а область отрицательных координат находится между тройкой и четверкой. Ну и тогда записываем ответ. Нам нужно найти область положительных координат. Следовательно, эта область будет х меньше 3 и х больше 4. Пункт В. В пункте В минус 3 разделить на х в квадрате минус х минус 20. Больше нуля. В левой части неравенства у нас дробь. И эта вся дробь положительная. Больше нуля. Строго положительная. Числитель дроби отрицательный. И для того, чтобы дробь была положительная, то знаменатель дроби должен быть тоже отрицательный. х в квадрате минус х минус 20 должно быть меньше нуля. Теперь решим это квадратное неравенство. Найдем корни квадратного трехчлена. Рассмотрим такие числа. Методом подбора с помощью теоремы Виета. Рассмотрим такие числа. 4 и 5. 4 и 5. Вот так запишу. Одно из этих чисел должно быть отрицательное, потому что произведение должно быть равно, по теореме Виета, минус 20. Сумма корней равна второму коэффициенту с противоположным знаком, то есть плюс единица. Тогда вот так. Перед четверкой минус 4 и плюс 5. Так, корни найдены. Теперь эти корни отметим на оси действительных чисел. Минус 4 и плюс 5. В этих точках наша парабола пересекает ось х. Старший коэффициент А равно единице, то есть больше нуля. Тогда парабола направлена ветвями вверх и проходит вот так, пересекая в точках минус 4 и 5 ось х. Значит, слева и справа у нас область положительных ординат, посередине у нас область отрицательных ординат. Нам нужно найти область отрицательных ординат. Значит, это будет х больше минус 4, меньше 5. Пункт В. 3 разделить на знаменателе 42 минус х в квадрате минус х. И это все меньше нуля. С левой части у нас дробь. Дробь отрицательная, при том, что ее значислитель плюс 3 положительный. Тогда, чтобы дробь была отрицательная, нужно, чтобы ее знаменатель – это 42 минус х в квадрате минус х – был отрицательным. Тогда положительное число на отрицательное даст нам отрицательный результат. Здесь у нас получился квадратный трехчлен, причем старший коэффициент здесь отрицательный. Тогда мы умножим все на минус единицу для того, чтобы получить положительный старший коэффициент. Получим х в квадрате плюс х и минус 42. И знак неравенства мы должны поменять на противоположный. Таким образом, мы получили равносильное неравенство. И если мы найдем его корни, то они и будут корнями предыдущего неравенства. Решаем вот это последнее неравенство. Найдем его корни. Найдем их методом подбора. Рассмотрим такие числа. С помощью теоремы Виета, конечно. 6 и 7. 6 умножить на 7 – это будет 42. Значит, х первое – 6. х второе – 7. Какое-то из них должно быть с минусом. Пускай минус 7 будет. 6 на минус 7 – это будет минус 42. Сумма корней равна минус 1. Это как раз соответствует старому коэффициенту с противоположным знаком. Значит, корни найдены правильно. Теперь на числовой оси эти корни отметим. Минус 7 и плюс 6. И начертим схематически нашу параболу. Старший коэффициент А равен единице, то есть он больше нуля. Следовательно, парабола направлена ветвями вверх. Вот слева и справа получились две области положительных ординат. Посередине – область отрицательных ординат, то есть от минус 7 до 6. При этих значениях х парабола, график параболы расположен ниже, чем ось Ох. Итак, ну и теперь нам нужно определить, вот мы последнее неравенство решаем, область положительных ординат. Область положительных ординат, строго положительных, будет х меньше минус 7 и х больше 6. И последний пункт Г. Минус 5 разделить на 2х плюс 15 минус х в квадрате меньше нуля. Итак, в левой части у нас дробь. Это дробь меньше нуля. Числитель дроби отрицательный. Тогда дробь будет меньше нуля, если ее знаменатель положительный. То есть 2х плюс 15 минус х в квадрате будет больше нуля. Так, теперь мы получили квадратный трехчлен слева, но его старший коэффициент отрицательный. Тогда мы умножим все на минус 1, чтобы получить положительный старший коэффициент. х квадрат минус 2х и минус 15. И должны поменять знак неравенства на противоположный. Мы получили неравенство, равносильное предыдущему. Поэтому если мы найдем его корни, то мы найдем и корни предыдущего неравенства. Так, найдем эти корни с помощью теоремы Виета. Рассмотрим такие значения. х1 рассмотрим 5, а х2 рассмотрим минус 3. И проверим. 5 на минус 3. Произведение равно свободному члену. Сумма корней равна плюс 2. Да, соответствует второму коэффициенту с противоположным знаком. Корни найдены верно. Теперь старший коэффициент при х в квадрате равен 1. Он больше 0. Тогда наша парабола выглядит так. Схематически ее изобразим. Вот минус 3. Вот 5. В этих точках парабола пересекает оси х. и направлено ветвями вверх, потому что старший коэффициент положительный. Слева, справа области положительных чисел, посередине область отрицательных значений, значений ординат. Так, а нам нужно, вот мы последнее неравенство решаем, найти область отрицательных ординат. Тогда х больше минус 3, но меньше 5. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.